Армянская программа На прошлой неделе в армянской воскресной школе прошел праздник, посвященный окончанию учебного года. Подробнее об этом событии в нашем сюжете. Сегодня мы находимся во дворе армянской церкви, где проходит концерт, посвященный окончанию учебного года в армянской школе и Дню Первой Республики. Отчетный концерт проводится в армянской воскресной школе ежегодно и готовится к нему всегда основательно и заранее. Ребята готовили номера совместно со своими учителями. Также номера готовил ансамбль хореографический наш, который тоже занимается в воскресной школе. И инструментальный ансамбль готовил номера. Ну то есть все наши подразделения, которые были, ребята старались показать то, чему научились. Уже второй год отчетный концерт совпадает с датой государственного праздника Армении – Днем Первой Республики. Второе название этого праздника – День восстановления суверенитета, потому что именно 28 мая 1918 года Армения была провозглашена независимой республикой. Это обстоятельство определило главную тему, которая нашла отражение практически во всех номерах программы. За два часа перед зрителем развернулся экскурс в историю и культуру армянского народа. Мероприятие традиционно началось с приветственного слова директора школы и настоятеля армянской церкви Сушпаваной Скарапет в Екатеринбурге. А первым номером концертной программы стала песня, посвященная Армении, которая прозвучала в исполнении младших учеников школы. Одна из задач Армянской воскресной школы – дать возможность детям раскрыть свои таланты. В программе обучения есть музыкальные занятия, на которых разучиваются хоровые номера, а с самыми талантливыми учениками готовятся сольные и ансамблевые выступления. Репертуар выбирается из популярных народных и патриотических армянских песен, а также хитов современной армянской эстрады. Еще одним популярным направлением в развитии талантов являются армянские народные танцы. Уже на протяжении нескольких лет в армянской воскресной школе действует танцевальный коллектив «Анни Армения», без выступлений которого не обходится ни один праздник и ни одно официальное мероприятие. Концертный состав ансамбля периодически пополняется новыми артистами, которых готовят на танцевальных занятиях. Разучивают армянские танцы ученики всех классов, от самых маленьких и до взрослых. А их успехи, так же, как и в случае с музыкальными занятиями, можно оценить во время школьных концертов. Для учеников школы участие в концертных программах – это не только возможность продемонстрировать родителям то, чему они научились за год. Иногда такие выступления открывают для учителей и зрителей новые таланты. С каждым годом возможностей найти свое увлечение и проявить себя становится все больше. Два года назад в школе появились уроки игры на национальном армянском инструменте. Концерты, которые проходят в воскресной армянской школе, традиционно являются мероприятиями не только развлекательными, но и просветительскими. Из них можно узнать много нового и интересного о культуре и истории Армении. Моя группа, мои ребята сегодня рассказывали о аварийском сражении, где полководец Вартан Мамикунян сыграл важнейшую роль. Мы знаем по истории, что в 451 году иранский царь хотел поработить армянские народы и заставить поменять веру, но этого не случилось. Смысл всего этого, что май месяц – это месяц побед, армянских побед нашего народа. И одна из этих побед, конечно же, была в аварийском сражении, которое было в мае, 26 мая 451 года. Сразу несколько номеров программы были посвящены армянскому языку. Средители могли увидеть буквы, узнать, как они звучат и даже услышать стихи и песни, посвященные армянскому языку. Отдельный блок концерта был посвящен символам Армении. Ученики средних классов рассказывали о музыкальном инструменте дудуки, уникальных памятниках, хачкарах, а также о фруктах, олицетворяющих Армению – гранать, абрикосе и винограде, мотивы которых часто встречаются в изобразительном искусстве Армении. Много было в программе концерта патриотических песен, во время которых артистам на сцене нередко подпевали зрители. В мероприятиях армянской воскресной школы принимают участие и приглашенные гости, которые приезжают со своими концертными номерами. В этот раз зрители могли увидеть выступление танцевального ансамбля «Five Step». Ребята занимаются народными танцами. Они танцуют грузинские, русские народные, маийские. В основном они танцуют кавказские народные танцы, и армянские танцы не исключение. Сегодня они представили танец «Шалахо». В финале мероприятия учителей и учеников с двойным праздником, Днем Республики и окончанием учебного года поздравил председателя армянской общины Анны Армения Масис Хачикович Назарян. А ярким завершающим акцентом концертной программы стала одна из лучших хореографических постановок танцевального ансамбля. АРМЕНИЯ Масис Хачикович Назарян АРМЕНИЯ Масис Хачикович Назарян Чем удивительна Армения, в каждом ее уголке можно найти массу интереснейших достопримечательностей. К одной из них мы с вами сейчас совершим небольшую экскурсию. Окрестности Дилижана богаты многочисленными памятниками истории. Среди них есть и руины древних монастырей, и средневековые крепости, мемориальные памятники, среди которых мосты и караван-сарай. А в верхнем течении реки Акстеф находится знаменитый монастырь Нор-Гетик, или как его еще называют Гошаванг. Нор-Гетик в переводе означает Новый Гетик. Свое название он получил от разрушенного землетрясением 1188 года древнего монастыря Гетик. А вторым своим названием этот монастырь обязан выдающемуся ученому средневековой Армении Махитару Гошу. Махитару Гошу писал первый армянский законный судебник книгу, писал здесь Махитару Гошу, сейчас который находится в Старицком музее в Ереване, Матенадаране. Личностью Махитару Гошу был разносторонний, совсем как знаменитые титаны итальянского возрождения. И судебник, хоть и самое известное из его творений, но далеко не единственное. Помимо юриспруденции, сей ученый муж занимался еще и политикой. А в перерыве между тем и другим успевал писать басни. Впрочем, и это еще не все. Педагогом он был тоже отменным. Один из его воспитанников, Киракос Ганзакитси, стал автором монументального труда «История Армении». Яблоко от яблони, в общем, дальше сами знаете. В Норгетике Махитар Гош не только преподавал. Свой нынешний облик монастырь обрел во многом благодаря его стараниям. Есть у нас там 2000-летие языческое время, трапезное. Там трапезное, когда была, когда Махитар Гош приехал, смотрели здесь фундамент, трапезное. А потом начали вот эти монастыри. 2000-летие языческое время. Трапезное – самое древнее строение на территории монастыря. До наших дней сохранился лишь фундамент, циклопическая кладка которого дает представление об общей монументальности всего сооружения. Следующая по старшинству постройка – церковь Сур-Паства Цацен при Святой Богородице. В 1196 году она была возведена мастером Махитаром-Плотником под чутким руководством Махитара Гоша и почти в первозданном виде простояла до наших дней. Лишь в конце 60-х годов 20-го столетия купол церкви потребовал ремонта, во время которого для улучшения акустики в него были замурованы пустые кувшины. Самый нарядный храм монастырского комплекса – Сур-Грикор-Лусаворич. Небольшое сводчатое сооружение, повторяющее тип однонефтных базилик Армении 5 века. Его интерьер отличается нарядным декором. Алтарная апсида оплетена гирляндами изящного орнамента, а колонны по сторонам апсиды и у свода украшены витыми каннелюрами. Орнаментированы и проемы у дверей, ведущих в алтарные пределы. Не менее богато и внешнее убранство церкви. Тимпан стрельчатой арки западного входа заполнен тончайшим узором, образующим розетки. Резьба настолько изящна, что создает впечатление кружевной ткани. Все убранство храма свидетельствует о мастерстве зодчих и строителей. Еще одна достопримечательность монастыря – знаменитый хачкар одного из самых искусных средневековых мастеров – Погоса. Есть у нас хачкар. В нашем Армении находится 37-38 тысяч хачкаров. Первое место занимает наш иголочный хачкар. В 1191 году обрабатывал мастер по гос. В честь свою родителей. Родители хоронили под этим хачкаром. Один хачкар работал 5 лет, два хачкара – 10 лет. А один хачкар находится в Ереване, в историческом музее. Имя мастера можно прочесть в нижней звезде левой стороны хачкара. Когда-то это резное великолепие украшали инкрустации из драгоценных камней. Увы, до сегодняшнего дня они не сохранились. Как и полагается любому крупному монастырю, Норгитык имел свое книгохранилище. Его значительная площадь – 195 квадратных метров, а также имеющиеся исторические упоминания дают основания предполагать, что здесь не только занимались воспитанники, но и составлялись и переписывались рукописи. Предположительно, монастырская библиотека насчитывала около 15 тысяч книг. К сожалению, до наших дней из этого богатого наследия фактически ничего не сохранилось. Слава о богатстве Норгитыка, деньги, на строительство которого жертвовала знаменитая грузинская царица Тамара, разнеслась далеко за пределы Армении. И в 13 веке, во время вражеского набега, монастырь был разграблен и сожжен. 550 лет простоял Норгитык в печальном одиночестве. И лишь в 19 веке местность вокруг монастыря начала потихоньку оживать. Люди приехали с одного селения, охотничьи, смотрели красивый монастырь, а жительства нет. Они потом стали один, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, а они потом начали строить вот этот монастырь. Увы, достигнуть былого величия монастырю было не суждено. Сегодня это только музей. Действующих храмов, в которых проводились бы службы, здесь нет. Посещают монастырский комплекс в основном туристы, приезжающие взглянуть на древнюю обитель и почтить память знаменитого ученого и писателя Махитара Гоша. Последнее пристанище великого человека находится на небольшой возвышенности, недалеко от монастыря. Здесь же построена и маленькая мемориальная церковь в его честь. Впрочем, в каменных напоминаниях Махитар Гош вряд ли нуждается, потому как при жизни воздвиг себе памятник нерукотворный. Да и сам монастырь Норгитык чаще называют Гошаванком в память того, кто прославил его стены далеко за пределами Армении. Это все, что мы хотели вам рассказать в нашей сегодняшней программе. Я желаю вам всего самого наилучшего. Увидимся через неделю. Стоять с отцом. Редактор субтитров А.Семкин